Давайте сейчас улыбаемся, на Катерину смотрим, радуемся тому, что мы встретились. На лицах ведущих зрителей улыбки и приятная усталость. Полуторачасовой и заключительный эфир 2018-го подошел к концу. Огромное количество гостей, фотограф, аквагример и, конечно, зрители в прямом эфире, наблюдающие за происходящим. Тему сегодня взяли непростую. Итоги уходящего года. Год начинался с того, что в феврале в австрийском Хокфильдсене сборная России по биатлону. Мужской эстафете впервые за 9 лет выиграла эстафету. Ярославль преобразилась в зону ЮНЕСКО, исторический центр города и Демидовский сквер теперь засияли по-новому. У ТЮЗа появился светомузыкальный фонтан, активно начали ремонтировать дороги, а в следующем году откроют обновленный мост через Котерс. Егор, что это за... Это криптовалюта. Криптовалюта, биткоин. Между прочим, эта криптовалюта появилась уже достаточно давно, но в этом году ее рост прям-таки неслыханный. Помимо глобальных событий обсуждали и личные успехи. Год культуры, так скажем, в нашей семье произошел. Мы его встретили в Санкт-Петербурге. Я впервые пробежала полумарафон 21,1 километр и прыгнула с парашютом. И для меня это, да, такой год получился экстремальный, наверное. А я вышла замуж! Ура! Это тоже для меня экстремально. Некоторые зрители даже попробовали себя в прямом эфире и отвели традиционные рубрики первой студии. Ириш, короткие новости с тебя. Короткие новости. Итак, пока во всем мире идет подготовка к Новому году. Неподалеку от испанского городка Аликанте состоялась, что вы думаете, битва яйцами и мукой. Егор, давай тогда расскажи скорее о том, что у тебя интересного. Я также подметил криптовалюты. Так. Ну, еще этот год был богат на хорошие и плохие фильмы из русских. Могу отметить «Время первых» и «Последнего богатыря». Не обошлось и без главного символа уходящего года – собаки. На протяжении всего эфира ведущие рассказывали о судьбе щенка, который ищет новый дом. Ну, а под занавес в кадре собаки появились живьем. У нас в гостях появились вот такие прелести, вот такие символы года. Посмотрите, у нас у каждого сейчас в руках по такой. Ксения Рулева, День в событиях.